Здравствуйте, с вами календарь рыболова. Вместе с маем на улицу приходит идеальная погода для рыбалки, ведь рыба уже отнерестилась и питается куда более активней, чем в жаркие летние месяцы. В первой половине недели ожидаются небольшие осадки, которые не будут помехой при ловле хищника, ведь после грозы он проявляет особую активность. Повсеместно наблюдается обильный рост водорослей, которые делают воду немного мутнее, что позволяет скрыть некоторые изъяны снасти. В этом выпуске мы с вами поговорим о ловле судака, карася и плотвы, но обо всем по порядку. Как и во время предыдущих недель, на этой ожидается большое количество осадков по всей Украине. Средняя дневная температура составит от плюс 14 до плюс 24 градусов, в то время как ночная временами будет достигать плюс 13. В четверг юго-восточный ветер сменится западным, который прогонит дожди и принесет прохладную и солнечную погоду. Атмосферное давление будет предельно стабильным, держась на уровне от 745 до 750 миллиметров ртутного столба. В целом же, исходя из лунного календаря рыболова и погодных прогнозов, наилучший клев на этой неделе ожидается с четверга по воскресенье. Судак полностью переходит на летнюю модель поведения, становится более переборчивым к добыче, а потому к выбору приманки стоит подойти серьезно. Вода быстрее всего нагревается у берегов, создавая там лучшие условия для обитания малька, которого жадно поглощает судак в эту пору. Эта рыба по-прежнему плавает стаями, которые редко меняют свои маршруты к местам кормежки. В каждой стае судаки примерно одного размера, и поэтому если вам попался небольшой экземпляр, стоит обловить более глубокие участки неподалеку. Рыболову пригодится спиннинг длиной в 2,5 метра и тестом от 15 до 20 грамм. Рекомендуется ловля при помощи ступенчатой проводки на твистеры и виброхвосты длиной до 8 сантиметров. Рост водорослей наиболее активно проходит именно в прибрежной зоне, куда и последует карась. В прибрежной зоне небольшие стаи карася можно обнаружить в молодой растительности невооруженным взглядом. В целом найти его при желании будет несложно, а лучшим временем для его ловли станут с 8 до 11 утра и с 6 до 8 вечера. Точность заброса снасти и правильное использование при кормке возымеют решающее значение. Дабы избежать неприятных зацепов и правильно подать насадку, вам понадобится штекерное удилище длиной до 5-6 метров. Поскольку вода сильно помутнела, вследствие активного роста водорослей, можно смело использовать в качестве основной лески мононить диаметром до 0,16 мм. Количество естественной пищи сильно возросло и в качестве приманки, помимо рассыпчатых смесей растительного происхождения, рекомендуется добавить побольше рубленного червя или мотыля. Плотва, отнерестившись, также отправляются в прибрежные и мелководные зоны, где активно питается небольшими рачками и личинками насекомых. Поскольку зрение у плотвы гораздо лучше, чем у карася, следует отдать предпочтение более неприметной снасти. Для ее ловли понадобится легкое поплавочное удилище длиной до 4-5 метров, желательно оснащенное безинерционной катушкой. Поклевка плотвы крайне деликатна, поэтому стоит отдать предпочтение предельно легким и чувствительным поплавкам. В качестве насадки на предельно тонкий и крепкий крючок отлично послужат червь или опарыш. Подведем итог. Слегка пониженное атмосферное давление в сочетании с растущей луной и теплой погодой создадут благоприятные условия для рыбалки на этой неделе, особенно с четверга по воскресенье. Судак всюду следует за мальком и мелкой рыбешкой, которая все чаще заплывает на мелководье. Ловим спиннингом на небольшие твистеры и виброхвосты длиной до 8 сантиметров ступенчатой проводкой. Плотва и карась также питаются на мелководье, личинками насекомых и рачками. Ловим поплавочной снастью на опарыша или червя, не забывая об обильном использовании прикормки. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке, не забывайте о нормах вылова и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова